Каспийский трубопроводный консорциум временно не принимает казахстанскую нефть в резервуары и не производит ее перевалку. В организации сообщили, что терминал на плановой остановке. Напомню, это основной транзитный маршрут для экспорта казахстанской нефти. Более подробно о причинах мы поговорим с экспертом нефтегазовой отрасли Нурланом Жумагуловым. Он на прямой связи со студией. Нурлан, добрый вечер. Добрый вечер. В Минэнерго сообщили ранее, что остановка КТК плановая. О ней были предупреждены. Продлится она 72 часа. Но все мы прекрасно помним прошлогодние эпизоды на этом объекте. И все же, на ваш взгляд, сохраняются ли риски и причины для беспокойства по данному маршруту? Рисков нет. КТК ежегодно останавливается три раза. В среднем на 72 часа на плановые работы. В принципе, заранее были уведомлены грузоотправители, инвесторы. В принципе, 15 марта издание «Аргус» писало то, что запланированы плановые работы на морском терминале КТК. И, соответственно, снизится отгрузка нефти с КТК на 7% в апреле месяца. Это, в принципе, и участники рынка всегда знали. Их всегда за месяц предупреждают. Это нормальная практика. А скажите, вот не раз уже поднималась тема разработки альтернативных транзитных маршрутов для экспорта казахстанской нефти. Видите ли вы их сейчас или все-таки пока КТК остается ключевым? Ну, несмотря на поручение президента акционерам месторождения Тенгиз, рассмотреть возможность строительства из Атрау до Крыка нефтепровод, через некоторое время Шеврон сделал заявление, что КТК останется основным маршрутом для транспортировки тенгизской нефти и будущей нефти из проекта ПБР, ну, из проекта будущего расширения. О том, что до 40 миллионов тонн только компания Тенгиз Шевронов будет отправлять через КТК. КТК является самым основным маршрутом. И останется таковым, да, в ближайшей перспективе? Да. Прорабатываются альтернативные маршруты. Это через Транскаспийский регион, но он является очень-очень дорогим в настоящее время. Вот вышел отчет Кастрансоэлл. За первый квартал мы всего лишь отправили сколько? 19 тысяч тонн нефти через Баку-Пбилиси-Джейхан. 19 тысяч тонн. Это даже не 0,1% от годовой добычи нефти Казахстана. Это мизерный, ну, понятное дело, просто это тестовый режим. Рассматривает возможности отправки нефти танкерами, как этот прием как осуществляется на азербайджанской стороне. В будущем, конечно, мы будем все больше и больше нефти направлять. Но это связано с тем, что ожидается на КАСКе большая нефть. Скажите, а что можно сказать по прогнозам по ценам на нефть? Они достаточно неплохие. Как вы думаете, с какими поступлениями в госказну от продажи нефти может завершиться этот год? Если можно сейчас сделать такие прогнозы. Ну, конечно, очень сложно прогнозировать. Это неблагодарное дело, я вам так скажу. Ну, давайте посчитаем, если за 2022 год общие налоговые поступления, да, и Казахстан от нефтяных компаний составили порядка 8 триллионов тенге, то на текущий год, я предполагаю, общие выплаты нефтяников составят 7 триллионов тенге. Ну, надо просто, я объясню, часть выплат идет напрямую в национальный фонд, а часть в государственный бюджет. И последний вопрос о росте цен на ГСМ, который все-таки произошел. Ожидаемо ли это было для вас и можно ли было избежать каким-то образом повышения предельных цен? Если мы будем придерживаться к рыночной экономике, они должны расти. Иначе соседние наши страны, братские страны, будут извлекать прибыль за счет дешевого нашего дизельного топлива. А мы будем, наш казахстанский бизнес будет импортировать дорогое дизельное топливо из России. Нурлан, спасибо большое за ответы и за то, что уделили нам время. Я напомню, что с нами на прямой связи был эксперт по нефтегазовой отрасли Нурлан Жумагулов. А мы продолжим наш эфир.